Привет всем ароматным пушистым белочкам! В сегодняшнем видео мы с вами будем открывать целых два адвент-календаря от самой, наверное, известной немецкой сети, которая продает всякое разное косметику, бюджетную и всякую бытовую химию, это DM. Они же еще заодно вроде и аптека. Ну, в общем, кто живет в Германии или кто был в Германии, те прекрасно знают эту сеть. И у этой сети есть свои собственные бренды косметики, которые достаточно популярны. И не только, кстати, в Германии. Например, это бренд, который называется Balea. Мы с вами его уже находили несколько раз в адвент-календарях. И также бренд, который называется Alverde Nature Cosmetic. В общем, сегодня у нас два больших красивых календаря, которые мы сейчас с вами будем открывать и смотреть, что же там внутри. Кстати говоря, эти бренды бюджетные, поэтому календари у нас тоже достаточно бюджетные. Хотя, как всегда, я покупала через посредника, точнее, через перекупщика. Поэтому получилось прям сильно дороже. Давайте посмотрим, что же у нас тут было вообще с деньгами. Вот такой вот календарь от бренда Balea. Его базовая цена составляла 15 евро всего. Это 1113 рублей. То есть он прям такой недорогой. Но посредник его продавал за 3643 рубля, что в три раза дороже. А вот такой вот даже больше, чем в три раза. А вот такой вот, кстати говоря, от бренда Nature Cosmetic, я его почему-то не нашла базовую цену, потому что в DM его уже не было в продаже. Но я увидела, что на некоторых немецких сайтах он продавался за 30 евро. Возможно, такая и была его базовая цена. Это 2277 рублей. Посредник его продавал за 4351 рубль. В общем, мы сейчас с вами все это будем открывать, смотреть, что там внутри, потому что я думаю, что здесь все будет ароматное, такое миленькое. И, конечно, потом посчитаем, есть ли в этом смысл. Вообще в таких покупках адвент оформлен очаровательно, надо сказать. Очень прям красивые. Тут у нас, видите, белочки всякие, цветочки, шишечки. Вообще красота неимоверная. Кстати, погодите, погодите, вдруг вы еще не подписаны на мой телеграм-канал. А там у нас тоже и цветочки, и белочки, и больше всего кошечек. Так что обязательно подписывайтесь. И еще вас там ждет, конечно же, наша свинонка. Открываем первый номер. И в первом номере... Ой, ой, сразу что-то там выпало. Мы это обратно заправим. Не будем смотреть. В первом номере мы находим, наверное, это гель для душа, который с глицерином, вот такой вот просто крошечный. Или, может быть, это не гель для душа, может быть, это гель для мытья рук. Ну, в общем, что-то такое непонятное. Ну-ка. А-а-а, какой очаровательный аромат. Просто восхитительный. Такой какой-то зимний, тепленький, немножко сладенький, вообще очень приятный. Ну что ж, хорошо. Вот такой вот маленький мы нашли. Но это, судя по всему, будут какие-то вообще вот просто крошечные все продукты. Потому что, посмотрите, Балея это вообще бренд, который производит, ну, всякие гели для душа, шампуни, там, лосьоны для тела. У них очень много прям классных ароматов и классных продуктов. Но уже понятно, что здесь большие форматы не поместятся в этом календаре. Так что ждем каких-то очень маленьких вещей. Следующий у нас арома душ. Посмотрите, что это такое. Это, о, надо же, здесь с ароматом апельсина даже. Какой-то ароматический гель для душа. Боже, какой потрясающий просто бодрящий аромат. Настолько яркий. Очень приятный, мне безумно понравился. Хочется уже скорее побежать, просто его попробовать. Но здесь 50 миллилитров. Нет, ну, как бы хорошо. Но, знаете, это бюджетный бренд, Балея. Могли бы все-таки положить и побольше. Ну, хоть немножко, да? Ну, хоть немножко. Но я не знаю, может, в Германии это как-то принято. Вот такие пробники класть. Так, дальше у нас дневной крем. И, кстати говоря, это все в лимитированных упаковках. То есть календарь называется «Самое чудесное время года». И здесь везде тоже есть эта надпись на всех вот этих вот, на всех наших средствах. В общем, здесь написано, что это крем дневной с витамином С и Е. И который придает коже энергию. Вот такой вот дневной крем. Ну, кстати, 20 миллилитров для дневного крема это нормальный формат. Следующий номер, четвертый. Вот здесь, с этой стороны. Зимний шампунь. Специальный для зимних волос. Ну, я думаю, что он такой какой-то более, наверное, увлажняющий. Потому что обычно зимой волосы более сухие, чем летом. И здесь у нас 50 миллилитров. Ну, вы посмотрите-ка, все-таки шампунь-то расщедрились. На 50 миллилитров положили вот такой уже достаточно большой. Но, кстати, все равно, знаете, такие маленькие прям средства, я думаю, на нас точно не окупится. Ну, я уж не говорю про этого перекупщика, потому что понятно, что не окупится. Просто более очень бюджетный бренд, прям совсем. И я думаю, что даже вот на 15 евро вряд ли мы здесь наскребем в таких-то объемах. Хотя, конечно, кто знает, может, наскребем. Но все равно приятно, потому что открываешь, и как-то арты такие симпатичные. Ну, и как-то, знаете, у нас сейчас с вами вот это время, чудесное время года. Так вообще расслаблено, спокойно, все хорошо. Мы сидим и просто получаем удовольствие. Итак, открываем пятый номер, скорее, скорее. И в пятом номере у нас действует такое мицеллярная вода. Какая-то прям 20 миллилитров. Ну, не могу сказать, что я очень рада этой находке. Хотя, с другой стороны, ну ладно, уже, уже и ладно. Бог с ней. Дальше номер шестой нам нужен. И где же, где же он? Где он? Где же он? Совсем маленький. Что ж там будет-то в таком крошечном номере? Ну-ка. Это для скрабукинга. Вот такая маленькая, просто крошечная лента, на которой написано «Счастливого Рождества». Что-то, знаете, новое, что-то волнующее. Дальше у нас номер седьмой. И в седьмом номере... Ничего нет. Ничего нет в седьмом номере. А должно было быть что-то большое. Ну, очевидно, я надеюсь, что мы это найдем в другом номере. Мне кажется, что либо здесь была какая-то банка, либо, судя по вот этим вот отметинам от клея, здесь, может быть, была какая-то вообще маска. И мы ее найдем где-то вот здесь. Вот. Честно говоря, подсказка мне ни о чем не говорит. Написано, что «Влюбись в процесс становления лучшей версии себя». Ну, вообще, наверное, намек вообще подходит для всех продуктов по уходу за телом, за лицом. Наверное, может быть, маска действительно какая-то. Восьмой номер. Вот, кстати, мы, наверное, здесь и найдем. То, что сюда провалилось, просто здесь какое-то все такое немножко вздутенькое. Восьмой номер. И здесь мы находим... Да, вот эта штука. Ну-ка, давайте-ка сверимся. Ну, похоже, похоже, что она отсюда, да? Наверное, отсюда она и есть. И здесь у нас вот такие вот гидрогелевые патчи под глаза с экстрактом ванили и гиалурона. Как странно, да? Зачем экстракт ванили-то? Ну, только для красоты, наверное. Не знаю. Ну, точнее, не для красоты, а для аромата для какого-то. Хотя, ну, странно как-то. Никогда о таком не слышала. Дальше у нас лосьон для тела, который выглядит вот так. И написано, что он с ароматом ванили и кокоса. Давайте понюхаем. Ой, ну это супер просто сладкая душка. Я бы сказала, что это чересчур. Прям она, знаете, максимально просто сладкая. И ванильная, и кокосовая. Не совсем мой аромат. Дальше у нас номер девятый. Какой-то тоже большой довольно. И здесь пилинг для душа. Ну, здорово. С какими-то розовыми, то ли лепестками, то ли чем-то таким. Какой потрясающий аромат. Просто восхитительный такой нежный-нежный цветочный аромат. Очень нравится. Ну, ладно, хорошо. Пилинг здесь 50 миллилитров. Хочется реально все это попробовать. Я еще хочу пояснить, что мне очень нравится просто бренд Болея. Я его пару раз и покупала. Мы с вами находили в каких-то календарях. Уж не помню, правда, в каких. Но, видимо, тоже от Диэм. И мне он реально нравится. У них очень много вот этих всяких интересных отдушек. Поэтому хочется даже попробовать скорее пойти в ванную и чем-нибудь таким намазаться. Номер десятый. И в десятом номере у нас здесь... Это зимний кондиционер для волос. Ну, как-то странно. У нас был шампунь на 50 миллилитров, а кондиционер только на 20. Хотя, вообще-то, обычно кондиционер расходуется сильнее. Ну, понятно, как у кого, но у меня больше расходуется всегда кондиционер. Дальше у нас номер одиннадцатый. Просто крем для рук. 20 миллилитров. Ну, тоже хорошо. Тоже симпатично. Наверное, есть какая-то тема, что все это вот так вот оформлено по-зимнему. И, наверное, у кого-то есть традиция покупать каждый год эти календари именно там от брендов Диэм. Ну, и составлять какие-то себе коллекции, возможно, вот этих вот всех лимитированных оформлений. А мы с вами открываем двенадцатый номер. Ищем его. Вот он сразу. Мы нашли двенадцатый номер. И что же у нас здесь? Здесь масло для волос. Вот такое вот масло. Тоже в маленькой упаковочке. Причем упаковка точно такая же, как у мицеллярной воды. Здесь 20 миллилитров. Дальше номер тринадцатый. Тринадцатый номер. Где же? Где же ты? Тринадцатый номер. Вот он ты. Крем для душа. Крем для душа, который с ароматом шоколада и меда. Снова слишком сладкий для меня аромат. Прям, ну, реально, шоколад и мед прям похожи. Но это не мой явно запах. Слишком уж он кондитерский. И такой прям яркий, насыщенный кондитерский. Четырнадцатый номер. Открываем. И здесь у нас... Что это такое? Что это такое? Надо же, это крем для век. И здесь 10 миллилитров. У нас здесь с вами вообще просто полный уход за кожей. Вообще, для всего есть какие-то намазки. Дальше номер пятнадцатый. Бальзам для губ. Бальзам для губ снова с ароматом шоколада. Ну ладно, хорошо. С ароматом шоколада не очень мне понравился этот аромат. Ну, там был аромат меда и шоколада. Здесь просто шоколад. Это уже получше. Но все равно не самый мой любимый вариант. Так, здесь у нас какой-то пакетик. И это маска для волос. Здесь 20 миллилитров. Кстати говоря, как в иных здесь у нас флакончиках. Вот такая вот маска для волос. И следующий номер, который у нас здесь. Это семнадцатый номер. Скорее его открываем. Смотрим, что же там внутри. Так, это, наверное, какой-то спрей для волос будет. Ну-ка, да, это спрей для волос с какими-то ягодами или с цветами. Ну, в общем, какой-то тут интересный тоже должен быть аромат. Вот такой вот симпатичный маленький спрей. 50 миллилитров. Так, это был номер семнадцатый. Мы уже почти вышли на финишную прямую. Теперь нам нужен восемнадцатый, который вот здесь. Снова аромат корицы и апельсина. Очень приятный аромат. Даже несмотря на то, что корицу я не так люблю во всяких ароматах. Но тут апельсин прям яркий. И это пена для ванны. Здесь 50 миллилитров. Теперь девятнадцатый номер. И девятнадцатым номером, что у нас тут такое? Здесь у нас какая-то маска интенсивная. Интенсивная маска. Ну что ж, тоже хорошо. Мы рады. Маска и маска 20 миллилитров здесь у нас нашлась. И теперь двадцатый номер. Все, финишная прямая. Давайте ускоримся, потому что у нас еще один календарь есть. Здесь у нас масло для ног. С ароматом ванили. Масло для ног. Ну, ванилью, конечно, ноги обязательно должны пахнуть. Это самый лучший аромат для ног, какой можно изобрести. Дальше у нас гель для душа. С вот такой симпатичной белочкой. Посмотрите, какая вообще прелесть. Гель для душа у нас тоже уж тут и такой, и секой есть, и масло для душа, и чего только нет. Ну, прям классно, прям интересный такой календарь, симпатичный очень. И теперь у нас номер двадцать второй. Ночной крем. У нас же был с вами дневной крем, а мы даже и забыли, что должно быть еще ночной. Здесь двадцать миллилитров. Ну что ж, тоже хорошо. И двадцать третий номер. Снова аромат ванили, и на этот раз у нас это масло для тела. Ну, кстати говоря, написано, что еще в составе есть миндальное масло. Здесь двадцать миллилитров, конечно, тут совсем такая, знаете, на очень, опять же, маленькое тело, как мы с вами часто говорим. И дальше у нас двадцать четвертый, финальный номер, в котором, ну так себе, конечно, я думала, будет что-то интереснее. Здесь у нас маска с лицом белки. Ну, как я понимаю, потому что здесь нарисована какая-то белка, ну, новогодняя, видимо, с бантиками какая-то вот эта вот белка, наверное. Будет у нас здесь, значит, интенсивная маска листовая, которая с гиалуроном, с экстрактом ванили и также с маслом сладкого миндаля. Ну, хорошо. В общем, здесь у нас, конечно, все немножко странно. И белка такая, знаете, здесь вот нарисована, она прям с этими зубками. То есть у вас вот здесь на подбородке будут зубки из этой маски расти. Немного странно, да? Ну, в общем, вот такой вот был календарь. Он симпатичный. Мне прям понравилось и довольно очаровательно все это было. Вы знаете, я потратила просто кучу времени для того, чтобы примерно посчитать стоимость вот этого всего, вот что у нас здесь было. И здесь прям большая проблема, потому что это все же, это все тоже новогодние лимитки. То есть, в принципе, у них есть такие продукты, но они с другими ароматами. И, соответственно, даже бывают, что с другими экстрактами. Если считать примерно по похожим продуктам, то наполнение получается, здесь еще везде такие крошечные объемы. А обычно они там, знаете, в объемах типа 400 миллилитров, 250 миллилитров. Получается, что наполнение этого календаря выходит на 10 евро, 77 евро центов. То есть, это 802 рубля. И убыток от базовой цены у этого календаря выходит на 311 рублей. Ну, конечно, белки меня завоевали, поэтому у меня нет претензий. Мне все нравится, я уже даже свой убыток считать не буду, потому что, знаете, это лишний стресс. Зачем он нам нужен? Мы уже заплатили белкам деньги, поэтому давайте сейчас об этом забудем. Ну, а теперь у нас следующий календарь, который называется Alverde Nature Cosmetic. И вот этот бренд, он более такой весь натуральный, у них куча всего био. Ну, обычно, знаете, в Европе, если где-то стоит пометка био, это автоматически становится сильно дороже, чем если такой пометки нет. Поэтому этот календарь, судя по всему, и дороже. Ну что ж, давайте открывать и смотреть, что там внутри. Я этот бренд много раз видела, когда была в Диэм, но я как-то никогда даже... У них, по-моему, даже есть декоративная косметика, и вроде ее достаточно много разной, если я ничего не путаю. Может быть, что-то я и перепутала. Но здесь, как я понимаю, нас все-таки ожидают тоже вот эти вот все там масло для лица и всякие больше уходовые вещи. Итак, приступаем к этому календарю. Как я уже сказала, я его не пробовала, ну, точнее, ничего от этого бренда, поэтому понадеемся, что все будет классно и что оно нам понравится. Здесь тоже довольно симпатичное оформление, правда, без белок уже, поэтому, знаете, я не так сильно довольна. Первое, что мы находим, это био-ши масло. Масло-ши, которое био. И это интенсивный крем для рук. Вот такой вот маленький, 20 мл. По-моему, здесь везде одинаковые упаковки совершенно. А, нет, ну, немножечко разные. Ну, немножко разные, да, все-таки био. Здесь, наверное, упаковки тоже био. Дальше у нас номер второй. Открываем. И, кстати, чувствуется, что здесь бумага переработанная. У того была немножко бумага получше, а тут внутри прям, посмотрите, такая вот картоночка. Там был пластик, кстати говоря, в том календаре. А здесь вот картоночка. Так что здесь все действительно прям вот такое вот био. Дальше, значит, у нас био-масло миндаля. Здесь везде просто эта пометка стоит. Так что, может, наверное, даже не зачитывать. Мы уже с вами уяснили, что здесь все именно био. Это крем-масло для тела. Ну-ка, чем пахнет? Что, я даже не понимаю. Есть здесь одушка? Нет здесь одушки. Странно, да? Когда не можешь понять, есть она или нет. Так, хорошо, третий номер. Не будем останавливаться, раз не можем понять. Здесь BB-маска для волос, которая с маслом миндаля и также с органовым маслом. Я уж даже не буду пояснять, какое именно масло. Вы и так все уже поняли. Дальше четвертый номер. В четвертом номере Макадамия. Мягкий крем. Ну, очевидно, что это, наверное, просто какой-то лосьон для тела. Так, дальше у нас номер пятый. Пятый открываем номер. И что же здесь будет? Здесь какой-то бальзам. Это очищающий бальзам. Очищающий бальзам тоже с маслом миндаля и также с алоэ верой. Ой, ну в прошлый раз у нас такой роскоши-то не было. Очищающего бальзама. В этот раз прям здорово, что есть какое-то очищающее средство для лица. Следующий номер у нас шестой. И в шестом номере мы находим... Я опять забыла, что это такое. В общем, это... А, это кондиционер для волос. Точно. Это зимний кондиционер для волос с маслом ши. Следующий номер, седьмой. Где же он, где же он? Седьмой номер. Ну, где же ты? Сейчас мы тебя найдем. Кстати, что интересно в девятом номере? Вот в таком вот просто крошечном. Ищем пока седьмой номер. Облизываемся уже на девятый. Ну, как облизываемся? Немножко его опасаемся. В девятом номере какао. Это крем для душа, который выглядит вот так. Ну, немножко, знаете, не такой веселый бренд, мне кажется, вот этот. Потому что здесь все какое-то слегка унылое. По сравнению с предыдущим, где все-таки были белки и елки. Так, здесь нам нужен восьмой номер. И восьмой номер смотрит прямо на нас. Это вот такой вот зимний шампунь, который тоже с маслом ши. Ну, что ж, хорошо. Нашли уже и шампунь. А теперь, наконец-то, маленький девятый номер. И здесь у нас, ой, как хорошо, бальзам для губ. Посмотрите, какой бальзамчик. Что-то просто как будто аромат масла макадамии. Ну, такая, знаете, чуть-чуть сладенькая какая-то есть отдушечка. Ну, хорошо. Вот такой вот. Вот такой вот он. Маленький, обычный самый бальзам для губ. Это радостно, потому что бальзамы для губ я люблю находить. Я их все время зимой использую. Десятый номер. Это у нас какой-то бальзам для волос. Тоже 20 мл, как и в предыдущем календаре. С маслом авокадо. Одиннадцатый номер. По-моему, это у нас что такое? Это у нас то ли пена для ванны, то ли что-то там для душа. Но вроде это пена для ванны. А с апельсином. И, соответственно, наверное, есть все-таки аромат апельсина. Следующий номер. Двенадцатый. И в двенадцатом номере мы находим... Так, хорошо. Снова у нас... Опять я забыла, что это. Это гель для душа или крем для душа. Поясню немножко свое замешательство. Дело в том, что немецкий я учила в школе совсем немножко. Прям совсем немножко. Я училась в английской школе, поэтому немецкий там был, знаете, такой очень дополнительный предмет. И поэтому некоторые слова я вспоминаю хорошо, но по поводу некоторых у меня есть некоторые затруднения. Поэтому нам приходится проверять. Следующий номер у нас тринадцатый. Но здесь все легко. Это крем для рук, которые с ванилью. Хорошо. Следующий номер четырнадцатый. И четырнадцатый номер вот здесь. Мы здесь находим снова какой-то гель для душа. Видимо, гелей для душа у нас будет очень много в этом адвент-календаре. Дальше номер пятнадцатый. И где же он? Вот здесь. Вот он прямо в уголке. Здесь у нас какой-то сияющий лосьон для тела. Ой, ну тут такая сладенькая, приятная одушка все-таки. Здесь одушки намного более натуральные. То есть они все равно есть. Но здесь прям такие слабенькие-слабенькие ароматы. Больше какие-то кремовые. И здесь прям такие есть маленькие-маленькие блесточки в составе этого бальзама. Кстати, хорошо увлажняет. Прям приятно так ощущается. Шестнадцатый номер. И в шестнадцатом номере мы находим бальзам для рук и для ногтей с органовым маслом. Дальше у нас номер семнадцатый. Где же он нас ждет? Вот он. Вот он здесь у нас. И это пилинг для душа с ванилью. Ну, понятно, что продукты у них прям сильно пересекаются. Все-таки это два бренда одного и того же производителя, одной и той же сети косметической. Поэтому они прям сильно похожи. В восемнадцатом номере у нас крем для ног. В этот раз все-таки с апельсином. Так что, знаете, мне кажется, апельсин более какой-то вдохновляющий аромат для крема для ног. Девятнадцатый номер. В девятнадцатом номере у нас двадцать четыре часа какой-то, в общем, крем, который с лавандой... О, господи, не с лавандой, а с календулой вроде. С ромашкой! С ромашкой этот крем! Двадцать четыре часа увлажняющий и защищающий крем для лица. И теперь у нас номер двадцатый. Мы его... Вот он у нас прям смотрит на нас. Двадцатый номер. Лосьон для тела с маслом миндаля. Ну, честно говоря, этот календарь... Не знаю, мне почему-то так предыдущий понравился. А этот календарь какой-то менее симпатичный, на мой взгляд. Но все равно симпатичный, но не такой прям очаровательный. Двадцать первый номер. Здесь у нас какой-то дневной флюид, увлажняющий и защищающий тоже с этой органической ромашкой. Так, и все. У нас прям осталось совсем немножко пунктов. У нас остался двадцать второй номер. Вот мы его нашли. И это снова какой-то лосьон для тела, который сияющий. А, нет, это не лосьон для тела. Это для душа лосьон. То есть это, ну как, гель для душа тоже с сиянием. Ну ладно, понятно уже. Все тоже с какими-то вот такими вот мелкими блестками будет. И теперь у нас номер остался двадцать третий и двадцать четвертый. Сейчас мы их найдем. Вот здесь вот у нас двадцать третий номер. И здесь пилинг с миндальным маслом. Ну, снова, снова какой-то пилинг. Мы уже такое находили. И двадцать четвертый номер, самый последний. Здесь у нас маска увлажняющая. Увлажняющая маска с алоэ верой. Та же самая вся история по ценам, что таких продуктов нет. То есть пришлось искать какие-то похожие продукты. И получается, что при цене в тридцать евро, что-то, знаете, у нас тут вообще все нерадостно. Наполнение у меня вышло на один с евро. Примерно настолько же, сколько в предыдущем календаре на восемьсот девятнадцать рублей. Может быть, это потому, что здесь, ну какая-то была вообще распродажа. Сейчас на сайте Диэм там большая распродажа. Может на какие-то продукты была особенно большая распродажа. И они нам как раз и попались в большом количестве. Но вообще у нас убыток от базовой цены в 2277 рублей составляет 1458 рублей. Это грустно. Это печально. Там нас спасли белки. Мы уже такие, ладно, белки, мы отдали вам все наши деньги. Мы не волнуемся. Здесь белок нет. Здесь какие-то пряничные человечки. Они нас не умиляют нисколько. Поэтому мы немного переживаем. Ну ладно, все равно все нормально. Все равно все нормально. Знаете, такое же вообще расслабленное состояние. Уже все адвенты открыли. Уже там вот остались такие прям комфортные, классные адвенты. Надеюсь, что вам этот ролик понравился. И вы тоже испытали какое-то, знаете, просто чувство спокойствия. Чтобы нам с вами немножко пообщаться. Как-то вместе расслабиться. Не знаю, кофеек с утра попить. В общем, спасибо вам за просмотр этого видео. Я вам желаю, чтобы ваш сегодняшний день был очаровательным, миленьким и просто прелестным. Как будто вы маленькая сладкая белочка. И чтобы к вам все очень хорошо относились и только вас сегодня радовали. Спасибо вам большое. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока.